Сколько бы мы ни находились в Крыму, купались ли, покоряли высокие и труднодоступные горы, изучали туристические и дикие пещеры, всегда оставалась еще одна таинственная и не покоренная нами стихия – это подводный мир Черного моря. С горы Сокол отчетливо просматривается мыс Меганом, находящийся в 12 километрах от Судака. Чистейшая вода. Даже во время шторма, обусловлено полным отсутствием песка. Галечный пляж. Дно сверху отчетливо просматривается даже при 15-метровой глубине. Отличает и относительная недоступность этого места. Попасть туда можно только если пройти 1,5 километра береговой линии и подняться в гору в 250-300 метров высотой и спустившись вновь, что делает это место малопосещаемым, шныряющими в округе отдыхающими. Ведь не каждый сможет преодолеть такой путь по 40-градусной жаре, а также отсутствие пресной воды отпугивает туристов, которые ведут себя иногда не совсем экологично. Но именно это и делает это место своего рода тихим райским уголком, которое мы собираемся использовать для глубоководного погружения дайвинга. Пришлось долго искать фирму, профессионально занимающуюся обучением дайвингом и имеющую при этом лицензию по работе с детьми. Но к счастью такая фирма нашлась и мы направляемся в одну из таких многочисленных бухт, лагуну мыса Меганон, бухту Гравийная. По прямой по воде от горы Алчак в Судаке расстояние составляет не более 10 км, а это около 25 минут езды на катере, которые пролетают почти незаметно. Последние метры и мы уже на Меганоне. Разгрузка оборудования с катера и необходимый инструктаж и обучение – это обязательная неотъемлемая часть нашего мероприятия. В салоне находится, соответственно, ход масочкой и в процессе дыхания части не принимаем. Дыш не так, как и приводить, мешать на поверхности, в принципе, никаких систем, правил нет. А вот и первая трудность – это попытаться одеть или даже, точнее сказать, натянуть на себя сырой от воды плавательный гидрокостюм. А внешняя простота этой несложной процедуры, оказывается, требует больших усилий. Тяжелый 5-килограммовый свинцовый пояс – это обязательная часть экипировки любого дайвингиста и крепить его необходимо наиболее тщательно. Дальнейшее укомплектование экипировки происходит уже в воде, а также новые инструкции и краткое обучение правильному дыханию под водой. А также необходимо научиться выполнять продувку под водой, которая позволяет уравновесить давление воды на барабанной перепонке. И это особенно важно, когда погружаешься на глубину свыше 5 метров, как у нас и запланировано. Ну вот уже и все. Все уже готово к нашему первому погружению. И, как говорится, вперед, точнее вниз. Первые съемки под водой, как в поговорке, первый блин комом. Мешающие съемки пузыри, качание, запотевшая камера – все в наличии. Но все же, хоть немного, что-то можно было разобрать. Погружение шло на средних глубинах от 4 до 8 метров. И лишь, может, дважды мы ненадолго погружались ниже 8-метровой отметки. И, слава богу, проблем с продувкой не возникало совсем. Под водой, как и на 3 метрах глубины, так и свыше 8, мы чувствовали себя вполне комфортно и уверенно. Необычно чувствуешь себя под водой. И при первом же погружении приходится, хоть и на уровне подсознания, но все же подавлять себе инстинкты всплытия. Ведь весь твой прошлый жизненный опыт говорит тебе, что дышать можно только над водой, но постепенно привыкаешь. Забираешь воздух из баллона при вдохе столько, сколько захочешь и расслабляешься. Есть время остановиться и понаблюдать за медленно проплывающим косяком рыб. Увидеть даже и попробовать достать неудачно спрятавшегося в расщелине камней краба. Единственное, что понимаешь под водой не сразу, это то, что не надо никуда спешить, как при нырянии с задержкой дыхания, а выполнять все движения медленно, расслабленно, и тогда кислороду расходуешь иногда в полтора, а то и в два раза меньше, а следовательно дольше можешь находиться под водой и наслаждаться красотами подводной жизни. Под водой мы общались специально выученными несложными знаками, чтобы знать состояние друг друга, а со стороны это выглядело как язык глухонемых. Не везде успеваешь останавливаться, так как нужно постоянно держаться возле инструктора. И к большому сожалению, не все удалось заснять на камеру, иногда просто он не успевал, а где успевал мешали пузыри, а вот в следующий раз камеру буду держать в руке и обязательно с утяжелителем. Интересно, что и время под водой ощущается как-то иначе. С удивлением при всплытии мы отметили, что находились под водой больше получаса, хотя по ощущениям было минут 15 или максимум 20. Гигантского краба, который увидел в одной из расщелин, так и не удалось вытащить. Он так надежно глубоко вжался в расщелину, что я его не смог даже пошевелить. Инструктор показал на всплытие, и мы поплыли к берегу. Масса впечатлений, а камера окончательно запотела. Масса впечатлений, а камера окончательно запотела. Непродолжительные сборы, погрузка, экипировки и инвентаря, и мы снова возвращаемся в Судак. А по пути нас уже провожает стаи Кочерноморских дельфинов. Так или иначе, с аквалангом или без него, подводная одессея, купание с нырянием и ловлей всякой морской живности, и доставанием интересных подводных артефактов продолжалось много-много дней. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Тут нужна не только ловкость и быстрота, но и смекалка Данила мечтал поймать самого большого для себя краба Но самые большие крабы были на самой глубине А вот маленьких и средних иногда удавалось вытащить из воды Субтитры подогнали Симон Пошли рака-отшельника, сейчас он будет вылезать Субтитры подогнали Симон Эфим, только не пытайся вырываться, если он тебя схватит. Лучше подожди, он сам отпустит. Подними, поднимай его. Не бойся. Иди сюда. Подними ты его. О, какой краб. Эфим сам поймал. Ага, конечно. О, какой крабик. Вот это да. Ой, страшно. Страшно. Это будет у нас крабик. Крабик какой? О, какой крабик. О, какой крабик. О, какой крабик. О, какой крабик. Продолжение следует...